Море – то, что всегда людей привлекает на юг. Так вот, за весь сезон 2017 года специалистами Роспотребнадзора выполнено более 42 тысяч лабораторных исследований морской воды Черноморского побережья. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Только за последнюю неделю сделано 3000 проб питьевой и морской воды. О том, что в Сочи проб, не соответствующих санитарным требованиям, не обнаружено, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Глава города отметил, работа по канализованию курорта не останавливается ни на один день. Все умные люди понимают, что море у нас действительно чистое, море у нас хорошее, но работа в этом направлении должна продолжиться. Я повторяю, это и мойки, это и действительно индивидуальные жилые дома. И вот наши коллеги, председатели ТОС, они должны просто это понять и продолжать эту работу. А те, кто нарушает закон, будут привлечены к ответственности. Так, например, сегодня судом Хосинского района местному жителю Абрамяну назначен штраф в полтора миллиона рублей. Мужчина обустроил в районе Баранадского кладбища незаконные ямы для слива содержимого из ассенизаторских машин. Потом все это потекло в реку Псахе. Решен на сегодня и вопрос с вывозом мусора. Но Анатолий Пахомов отметил, что даже если Ленинградский район и принимает сочинский мусор, возить туда отходы все время не получится. Мы возим их в Ленинградский район и параллельно возим с этого мусоросортировочного завода, который накопили за два года. Там не будет ни одного килограмма этого мусора. И таким образом мы неимоверными усилиями закроем эту тему и больше, надеюсь, возвращаться не будем. То есть дальше должна быть системная работа. В плане у администрации строительство мусороперерабатывающего завода на основе современных европейских технологий. А сегодня выявлены другие нарушители экологической обстановки в городе. Это станции, техобслуживание машин, большинство из которых работают неофициально, не имея прямых договоров с САХом, водостоком или водоканалом. Например, в Хосте из 15 моек договор на водоснабжение только у одной. Если говорить коротко, то фактически 95% из них работают полулегально. У большинства из них нет правоустанавливающих документов. Договоры на аренду земли давным-давно, естественно, истекли. Глава города ставит задачу отключить нарушителей от водоснабжения и в течение 10 дней навести порядок с незаконным автосервисом. Вновь на планерном совещании говорили и о расторжении договора с прежним арендаторами водоканализационного хозяйства города, проблемы которых в короткий срок приходится решать новому предприятию МУК «Водоканал». Как пример, на верхнюю юрту ранее вода не доходила. Теперь, после несложных технических решений, напор в селе, как и везде в городе. Что касается текущих платежей за воду, то из-за отсутствия базы данных потребителям приходят квитанции с некорректными данными. Показания приговора учёта на последнюю отчётную дату, безусловно, полном объёме получили не согласие. Приблизительно половина показаний у нас было, вторую половину пришлось выставлять по нормативу. После того, как мы это сделали, сейчас люди обращаются к нам, приносят свои квитанции, мы выносим показания, тут же меняем условия оплаты и уже к следующему расчётному периоду, я считаю, что база будет поправлена, будет корректная и люди с тобой не смогут получить. Напомнил глава города о предстоящем фестивале молодёжи и студентов Сочи, будет принимать молодых политиков и журналистов и задач курорта показать южное гостеприимство. А перед этим убраться. На 30 сентября намечен общегородской субботник, на который приглашаются все жители курорта. Напомнил мэр собравшимся о том, что с 1 октября начинается декада пожилого человека и руководителям необходимо вспомнить о ветеранах своих предприятий, навестить их и вручить, например, билет в театр. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.